Господин, в первую очередь хотел бы вас спросить о накале страстей между Китаем и Соединенными Штатами Америки сейчас. Насколько это серьезно? Потому что есть заявления и со стороны Блинкина, и со стороны Пекина. И вот что говорит Лос-Реджернл, что якобы Китай сейчас откровенно уже есть страна номер один, которая продает все необходимое России для войны. Это совершенно не так. Это категорически не так. Это все выдавать желаемое. Это действительно. Уолл-стреджернл, газета Республиканской партии. Политика Республиканской партии в отношении Китая резко негативная, более жесткая, более радикальная. Не такая, как у администрации Байдена. Байден с Си Цзиньпинем договорился, чтобы не эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке. И вы это видите, и не эскалировать ситуацию на Российско-Украинском фронте в том числе. Темы Тайваня вообще забросили куда-то далеко, и они вообще не слышны на таком солидном уровне. То есть она не такая спекулятивная, как тема Украины и тема Израиля. Поэтому газета специально вбрасывает такой нарратив для того, чтобы создать видимость напряжения. Никакого напряжения между Соединенными Штатами Америки и Китаем не существует, я имею в виду между этими двумя администрациями. Точно так же, как нет никакого напряжения между Евросоюзом и Китаем. И мы видим динамику отношений США и Китая, визиты высокопоставленных чиновников китайских суда Соединенных Штатов Америки, американских Соединенных Штатов в Китай. И тот же Блинкин, который был в Китае и был принят на самом высоком уровне. Когда принимают госсекретаря на таком высоком уровне, это не говорит о том, что у них есть какие-то проблемы, которые они не хотели бы решать. Раз его принимают, это дань уважения, которую Китай показывает государственному секретарю, потому что Си Цзиньпинь не обязан его принимать по протоколу. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле происходит. А на самом деле никаких таких вещей не происходит. Это просто газетные утки газета выдает. А что касается определенных обязательных программ, которые существуют в Китае и американских отношениях, ну, недовольство, так сказать, которое они регулярно говорят. Это просто обязательная программа, связанная с Тайвани. Вот Конгресс выделил 8 миллиардов, и с другой стороны Конгресс говорит, что Тайвань это территория Китая. Естественно, Китай будет выражать свое недовольство. Но в предметной плоскости до конца президентской кампании эскалации во взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Китая, эскалации во взаимоотношениях Евросоюза и Китая не стоит ожидать. США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие. Насколько это серьезно, насколько эти санкции будут действовать и почему только сейчас? Или я так понимаю, что отдельные есть какие-то структуры, которые постоянно выслеживают, да, кто с физических или юридических структур помогает России? Нет, это помимо выслеживания нет, это, как вам сказать, уран Америка покупает у России. Здесь выслеживать не надо. В год на миллиард долларов. И вот только сейчас Конгресс принял решение. Простой вопрос. Почему сейчас? Почему до этого не сделали? Это к выслеживаниям не имеет никакого отношения. Евросанкции. 14-й пакет. И уран точно так же по сегодняшний день еще не приняли. А много чего другого также не приняли. И эти деньги тикают тоже в России. Почему не приняли? Нет политической воли, нет политического решения. Ни здесь в Соединенных Штатах Америки, ни в Европе. Поэтому то, что вы слышите в области санкций, каждый раз вот так, так, так. А почему сразу не принимаете? Почему не объявляете Россию государством спонсором терроризма? И так далее, там подобное. Вопросов очень много. Поэтому это, опять же, очередной информационный вброс. Более того, когда говорят в отношении стран, которые поддерживают ту же Россию. Китай с Россией торгует. Индия с Россией торгует. Весь мир с Россией торгует. И Европа торгует с Россией. И Соединенные Штаты Америки, в том числе, может быть, не на ту сумму, но тоже торгуют. Тот же уран вот только сейчас. Поэтому это, опять же, чисто информационные сообщения в предметной плоскости. Это, я так думаю, для внутренней политики и для того, чтобы здесь это использовать и в предвыборной кампании точно так же. Якобы мы вот такие агрессивные, как по отношению к Китаю, так и по отношению к той же России. А это категорически далеко не так. Я не думаю, что нынешняя администрация будет стремиться эскалировать какие-то вообще внешнеполитические проблемы, связанные с Россией, связанные с Китаем, связанные с Ближним Востоком или где-нибудь еще до конца этой президентской кампании. Более того, они даже не будут эскалировать что-то такое на внутренней. Заметьте, вот то, что сегодня в Америке идут эти митинги по всему кампусу, по всей Америке. Они даже здесь стараются это не эскалировать, потому что республиканская партия сделала однозначно ставку на Израиль. Трамп однозначно поддерживает Израиль и его администрацию в том числе. А демократы, Байден, они хотят усидеть на двух стульях. И на израильской тематике, и на палестинской тематике. Но в нынешней ситуации это не удастся. И поэтому вот эта эскалация, которая сегодня идет, я так думаю, эта эскалация будет продолжаться. Поэтому все то, что вы сегодня будете слышать в информационном поле, как касательно внешней политики, так и касательно внутренних здесь разборок в Америке, рассматривайте через призму президентской кампании. И это никак в предметной плоскости не отразится как поставке оружия вам и на войну, которую вы сегодня ведете. Потому что это находится в другой плоскости. Господин Инус, вот глава разведки Соединенных Штатов Америки прогнозирует, имея данные, конечно, агрессивную тактику России в Украине в ближайшее время. Как это можно объяснить, господин Инус? Это куда-то Путин спешит. Это он хочет к саммиту мира в Швейцарии что-то показать. Вот почему именно сейчас такая спешка и с чем она связана, как вы считаете? Не саммит мира, это оставьте, так сказать, опять для журналистов. Эта война, тот же глава разведки сказал, что эта война еще не скоро кончится. Я вам говорю пока за этот год, я точно говорю, что до конца президентской кампании эта война не закончится. А как она будет развиваться на следующий год, это будет зависеть во многом от результатов президентской кампании здесь в США. Поэтому никто вам ничего говорить не может быть. Просто когда говорят, что она еще не скоро закончится, и глава разведки говорит, они имеют в виду, что точно она не закончится в этом году. Поэтому если кто-то будет говорить, что она закончится, или кто-то может закончить ее войну, это неправда. Ее ни республиканцы, ни демократы ее технически завершить в этом году не смогут. Все будут ждать до конца этой войны, до конца президентских выборов. А коль это еще достаточное количество времени, именно поэтому и Россия, и Украина будут стремиться для того, чтобы прийти к этому моменту именно с довольно хороших позиций. Потому что если остается нынешняя администрация, это одна ситуация. Если приходит Дональд Трамп, это совершенно другая ситуация. Потому что его заявление о том, что он заморозит конфликт и будет пытаться решить за 24 часа, это говорит о том, что он, естественно, будет это делать за счет Украины, а не за счет России. Потому что территория Украины оккупирована, российская территория не оккупирована, значит, на компромисс он будет давить именно на вас. Поэтому мы должны это понимать, и Россия стремится именно по максимуму сегодня до конца года что-то получить. Ну и плюс Россия понимает, что в ближайшее время ИС-16 появится в небе, и АТКОМСы начнут грамотно работать, я уже не говорю, все остальное, которое вот сегодня усиленными темпами подходит к вам. Так что, я думаю, весенняя, летняя кампания будет довольно жаркая, не только в политическом плане, но и в первую очередь на поле боя. И, естественно, от этого будет очень много зависеть. И плюс результаты президентской кампании, и вот только тогда мы сможем говорить о перспективах этой войны. Я думаю, руководитель американской разведки, это в открытой части она это озвучила, а что в закрытой части озвучивается. Я так думаю, она достаточно хорошо владеет темой для того, чтобы ввести конгрессменов в суть проблемы. Ну, во всяком случае, то, что касательно вас тема до конца года закрыта, я имею в виду с финансированием, можете быть спокойны. То есть, спекуляция на тему Украины, она сошла. Сегодня спекуляции на первый план выходят спекуляции на тему Ближнего Востока и Израиля, в первую очередь. Потому что, как вы видите, Украина и лично президент Зеленский не вовлекся во внутриполитические разборки здесь США между Байденом и Трампом. И поэтому, таким образом, это удалось. Хоть и полгода вам ждать пришлось, но за полгода вы сумели добиться результата. К сожалению, на Ближнем Востоке этого нету. И Натаньяху вовлекся во внутриполитические разборки. Он делает ставку на Дональда Трампа. И поэтому идет такое противостояние между правительством Натаньяху и правительством Джо Байдена. Далеко не случайно там был Энтони Блинкен, который старался его убедить не делать эту военную операцию в Рафахе. На что Натаньяху вроде бы ответил отказом. Поэтому эскалация на Ближнем Востоке еще будет продолжаться. И еще неизвестно, удастся ли нынешней администрации удержать эту ситуацию в рамках той тактики, которую избрал официальный Вашингтон. Поэтому все то, что вы будете сегодня слышать на все эти темы, опять же, извиняюсь, но я вынужден повторить, рассматривайте через призму президентской ЗС-компании. Вот, кстати, о президентской кампании. Не могу не спросить, господин Юнус, потому что вы говорите, что если будет администрация Трампа, они готовы быстро пытаться заключить войну за счет Украины, за счет территории Украины. Можно ли сейчас, вы прекрасно знаете, что происходит в США, сейчас говорить, у кого есть преимущества, кто фаворит или еще рано о чем-то вообще в этих выборах, которые пройдут осенью этого года, говорить? Очень рано еще на эту тему говорить, потому что все разговоры о том, что у кого-то шансы на 2-3 процента выше, на 5 процента выше или ниже, это все стекуляции. Потому что нет достоверных опросов общественного мнения, они все ангажированы, то про демократическую партию, то про республиканскую партию, независимых нету за последний президент, несколько президентских выборов. Все службы, которые проводили те или иные опросы, они, так сказать, опозорились, и те, которые, например, прогнозировали победу Хиллари Клинтон, оказалось, что победил тот же Дональд Трамп и так далее и тому подобное. Поэтому это касался и Байдена Трампа в том числе. Так что сегодня все будет зависеть от результатов июля-августа. В июле должен пройти съезд республиканской партии, на котором должна быть определена не только кандидатура Дональда, утверждена Дональда Трампа кандидатура, но и та кандидатура вице-президента, которую он выберет. Заметьте, по сегодняшний день он не назвал кандидатуру вице-президента, потому что идут судебные процессы, и нет неизвестного решения, которое примет вот этот суд касательно опорной актрисы, который происходит сегодня в Нью-Йорке, и где он вынужден сидеть каждый божий день. И если он определится с кандидатурой вице-президента, если это будет кандидатурой Ники Хейли, что очень много республиканцев желают, то это усилит шансы Дональда Трампа. Если вместо Ники Хейли он выберет, например, того же Ромасвами, который не имеет никакой популярности в Америке вообще, то это, конечно, еще более ослабит позиции Дональда Трампа. Я так думаю, демократы именно этого хотели бы. Демократы с ужасом думают, что он сумеет договориться с Ники Хейли, потому что Ники Хейли также не переваривает, и она ему в рот смотреть не будет, как тот же Ромасвами. Но Ники Хейли намного популярнее, чем по всей Америке, я имею в виду не в республиканской партии, а по всей Америке, намного популярнее, чем Джо Байден и Дональд Трамп. Поэтому она может принести реальные шансы на победу того же Дональда Трампа. Ну, пойдет он на это, не пойдет, это мы будем видеть в июле. И в зависимости от этого в августе уже назначен суд съезд демократической партии. И демократы, в зависимости от того, какие решения примут республиканцы, так и будут действовать. Потому что если останется там Дональд Трамп, тогда, скорее всего, демократы могут и оставлять того же Джо Байдена, потому что они играют только на... В принципе, из двух зол надо выбирать меньшие. В их понимании, меньшие золы – это Джо Байден, но это в их понимании. Так ли это с точки зрения мнения независимых американцев, сегодня, опять же, никто вам на эту тему четкого ответа не даст. Поэтому все будет зависеть от того, кто будет вице-президентом у Трампа и какое решение примут в августе уже сами демократы. Потому что они могут вполне и поменять, если там будет вдруг Ники Хейли и Дональд Трамп, демократы могут и не выдвигать Джо Байдена. Они могут выдвинуть какого-то другого кандидата для того, чтобы нейтрализовать акции той же Ники Хейли в этой паре. Потому что если там останется Ники Хейли, Байден и Кемал Харрис им однозначно проиграют. Поэтому сегодня рано говорить о числа шансов. Надо дождаться двух съездов этих двух партий. Будем ждать и будем говорить об этом, господин Инус. Также хотел бы вспомнить высказывание Макрона. Начиная с 26 февраля, я очень прекрасно помню этот день. Это был понедельник, когда Макрон собрал представителей 20 стран. Там и Зеленский выступал в онлайн-трансляции. С того времени, уже прошло несколько месяцев, Макрон регулярно высказывает очень такие радикальные вещи. И вот в этот раз он опять сказал следующее, господин Инус. Сказал, что не исключает отправки войск, если Российская Федерация прорвет линию фронта и будет запрос Украины. Господин Инус, вот мне лично очень это пахнет каким-то популизмом. Потому что если ты хочешь помочь, дай деньги на инициативу Чехии на снаряды, ищи вооружение в других странах, дай Рафаэль свои истребители. Но вот ничего такого серьезного не дает, а вот войска я буду отправлять. Может я ошибаюсь, может или я все-таки имею немножко правоты какой-то. Я полностью согласен с вашей точки зрения. И я вас поздравляю, вы все чаще и чаще говорите, бьете в десятку. Здесь и на самом деле это так. Потому что ты делаешь такие заявления. Ты знаешь о том, что все выступают против. А зачем ты делаешь это заявление? Значит, ты как Франция можешь это отправить. Никто не вправе запретить Франции это делать. Франция это отправляет в индивидуальном порядке. Франции не нужно для этого решение НАТО. Она отправляет это как Франция. У Франции есть документ, который обеспечивает гарантию безопасности из той же Украины. Только вот и отправляй. А что ты не отправляешь? Плюс Франция по сегодняшний день, я ощущаю, регулярно подчеркиваю, на 15-м месте по уровню поддержки Украины. Возможности военно-промышленного комплекса Франции получше, чем у той же Германии. Почему это не делаете? По всем другим направлениям. Поэтому не надо болтать языком, как это сделает Макрон. Макрон на словах, он Лев Толстой. На деле, я так понимаю, он хотел бы стать Шарлью Голем. Я там конец пословицы забыл. Поэтому пускай зрители сами завершат эту пословицу. Что им больше нравится. Но я так думаю, из него Деголь никогда не получится. Потому что Деголь, то, что говорил, обычно делал. И поэтому Макрон любит Деголя, но совершенно не делает того, что тот же Деголь делал, утверждаясь лидером в Европе и стараясь сделать из Франции лидирующую страну. Поэтому поведение Макрона лично... Макрон один из самых слабых президентов за последние годы той же Франции. И он проиграл и в противостоянии с Германией, в противостоянии с тем же Шольцем. Шольц, между прочим, не такой был сильный политик. Не такой сильный. Он достаточно не харизматичный. И сказал просто, что Шольц канцлер Германии. Германия просто сильнее Франции по экономическим показателям. Поэтому, несмотря на это, Шольц сумел сохранить лидерские позиции той же Германии. Макрон везде проигрывает. В Африке проигрывает. На Южном Кавказе. Вот выдавили его из Южного Кавказа. Как профка от Шамбаскова у Азербайджан. Маленький Азербайджан выгнал Макрона, Францию, члена Совета Безопасности постоянного, ядерную державу, из переговорного процесса. Азербайджан пославил снову, здесь не будет Франции. Если будет Франция, должна быть Турция. Турции нет, значит и Франции нет. И Франция вылетела оттуда. И Азербайджан сказал, вместо Франции мы возьмем Германию. И вот президент Азербайджана уже два раза был в Германии. Встречался с канцлером Шольцем. И вроде как будто бы они договорились. И французский бизнес Азербайджан выдавливает теперь с Азербайджана. Оно не до конца. Если будет вести себя плохо, может и до конца выдавить. А на их свято место пусто не бывает. Приходит немецкий бизнес. То есть вместо Ситроена у нас будет Мерседес Бенц, БМВ. И так далее и тому подобное. То есть это я образно говорю. Поэтому если Франция везде проигрывает, а Макрон говорит о том, что он отправит туда войска. То есть не исключает. Это он просто для чьих-то ушей, для популизма хочет отболтать. Поэтому я не воспринимаю серьезно все то, что делает Макрон в последнее время. Как касательно Украины, как касательно Южного Кавказа, так и вообще касательно его внешнеполитических инициатив. Назовите мне одну внешнеполитическую инициативу Макрона, который поставил его на первом месте. Что где-то он сделал. Даже на российско-украинском направлении. Он один из тех, кто с первого дня, наоборот, стремился ездить в Москву и увещевать президента России. Ну и президент России тоже от него отмахнулся, как от назойливой мухи. Ну и, кстати, продолжает Франция активно покупать зажженный гаж России. А говорит, что будут поддерживать и помогать Украине. Газа говорит о том, что 56 ядерных реакторов Франции получает 2 трети урана из России. Господин Иванович, если говорить о швейцарский саммит мира, который должен пройти в июне, 15-16 числа. Вот уже официально об этом сказал президент Зеленский. И Вашингтонский саммит, юбилейный НАТО. Нужно ли что-то кардинального ожидать от этих двух событий? Или это будет плановая и просто декларация того, что мир поддерживает Украину? Да, вы правы. Чтобы много не говорить, что вода не лить. Мне нравится, я уже буду цитировать вас. Вы уже можете провозить встречи политинформации без меня. Я вам не нужен. Вы правильно говорите. Да, это будет именно хорошая декларация политическая. Да, они нужны. Они нужны в большой политике, конечно. Это будет большой саммит в Швейцарии. Без России. Чем больше будет страны, чем сильнее будет эта декларация. Она не будет иметь никакого предметного значения. Но она это политическая, так сказать, декларация, которая нужна вам. Для дипломатии, для информационной войны, для всего остального. Что также очень важно. И что касается НАТО, саммита НАТО, точно так же не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений от того же саммита, который был в Вильнюсе. То есть, будут красивые слова, будут красивые декларации. Для вас важнее F-16, Атакамс, Штормшедов и все остальное, что необходимо на поле боя. Потому что все эти политические красивые декларации в конечном итоге только тогда перейдут в предметную плоскость, когда будет успех на поле боя. Господин Иоанн, большое спасибо за этот разговор. Как всегда, вы открываете глаза и мне, и нашим зрителям, которые регулярно много смотрят нас. И я их попрошу, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашим разговором. Господин Иоанн, спасибо вам большое. Вы делаете большие успехи, уважаемый Игорь, с чем я вас поздравляю. Дякую, до свидания, слава Украине. Граем слава. Путин, звісно, в своих маразматичных мриях захопите Украину еще пів світу. Продовжує мобілізацію, яку не припиняв. Електронні повістки почнуть розсилати росіянам з листопада. Російський уряд опублікував текст постанови про єдиний реєстр відомостей про військово зобов'язаних громадян. Має запрацювати 31 жовтня. Міноборона РФ почне розсилати електронні повістки. Інше повідомлення для призовників з 1 листопада. Будуть утримуватися всі відомості про військовий облік громадян. Окрім того, порядок денний буде вважатися врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі. І вони не зможуть автоматично їм закритися виїз з країни після відправки цієї повістки. Якщо призовник не з'явиться в військомат протягом 20 днів, йому заборонять оформляти закордонний паспорт, здійснювати угоди з нерухомістю, ставати самозайнятим, картку платника податків. Ось так. Це все означає, що Путін налаштований на війну вдовгу. І що такими методами він буде не любов'ю, а силою далі мобілізовувати в ряди своєї окупаційної армії? Так. Я думаю, що тут не тільки про цю війну йдет річ. Я думаю, що в Росії стало всім абсолютно очевидно, що допущен большой промах був. Тобто хотіли малими силами, взагалі без жертв, без єдиного вістріла, як вони про Крым говорили, захватити, поменять режим і так далі. Але зашли в таку ситуацію... Тобто, якщо б Путін за 2 недели чи за 10 днів осуществив то, що йому хотілося, поменял би правительство... Тобто, внутри країни пошли бы другие процеси, але європейські країни і моргнути б не успіли, і ввести б санкції не успіли. Як Путін б сказав, що тут такого? О, от смотрите, Януковича, його вже вибрали, от він там тепер сидит знову, от у нього в помощниках какой-нибудь Азаров, там Захарченко, кто-то ще. Все, це ж Україна, гражданин України, я тут не при делах, ми просто операция по, як вони її називають, в Грузії була по принуждению к миру, а здесь там по восстановлению, допустим, государственного строя, справедливості, там, чого-то ще. То есть він б сказав, це не я, і все. Але не вийшло. І вийшло так, що весь цивилизований мир зрозумів, що так, як з Кримом, беззубі якісь санкції, вже все не вийшло, тут вже з оружіем потрібно допомагати, тут вже потрібно говорити вже о введеннях військ, можливо, контингентів і так далі. І Путін бачив, що ця війна тепері на дуже довго, і що, якщо він в інтогі хоче, ну, скажімо так, на фінші своєй кар'єры все-таки запомнитися як-то не проигрышною в Україні, нелепою якій-то вообще, яка там третій год, неизвісно, скільки вона ще продліться, а як якій-то победі, то йому, возможно, можна, придеться выбрать більш спокійну цель, більш мелкую цель, країна, яка була когда-то в составі Советського Союзу, але не в НАТО, наприклад. А для того, щоб то, о чому я говорил, Россія милитаризувалася, для этого потрібно привести в порядок вот этот мобилизационний ресурс. Но тут є один момент, то есть вот эти действия, которые сейчас при цифровизации «Россия», там, автоматическое вручення повестки, вони приведуть ще к одной волне выїхавших, це практично 100%, которая, ну, наверное, уже последняя буде, дальше хто останеться, уже не знаю, чем їх там напугать, можна буде, вони совсем согласны на все, готовы. Поэтому ще одна волна буде, и, ну, для нас это новость, и для всего мира это новость, что Путин собирается либо здесь воевать долго, либо потом еще одну-две войны, сколько получится, осуществить. То есть вот такая новость. А Борис, а я мала разговор с Ольгой Романовой, периодично с ней спілкуюсь, это очевидца благодейного фонду «Россия» еще, и она говорит, что все, кто хотят, то выехали в рамках тих 750 тысяч, 4 миллиона, которые выезжали восемь года 2022 года, а решта, в принципе, уже пьет воювать за гроши, за желание жить кращим життям, отримавши эти гроши, або их семьи, что уже никого сведомого, в принципе, не залишилось, которые могли бы выехать. А что может повпливать на эту черговую хвилю мобилизации? Чи просто кто-то таки зрозумеет, что им дорога в один кинец, так что они пойдут на Украинский фронт, и вот этот перелик, бодай, за свое життя на них как-то вплине? Тут, видите, в другом немножко, мне кажется, но, может, я с Ольгой и не соглашусь, есть еще категория людей, которые думают, что они там перебрячутся, где-то поменяют место жительства, россияне, да, где-то там чего-то пересидят дома, а там уже война и закончится. Есть такие категории людей, но когда их поставят перед фактом, что будет там вплоть до ареста имущества, лишения, поражения в правах, невыдача паспортов и так далее, то они поймут, что как бы вот, наверное, пришел этот момент. Я думаю, что все-таки есть еще такая категория. Это молодые, трудоспособные россияне, которые, как правило, работают из дома. Ну, то есть, как они дома тогда пересиживать будут? Работают из дома. И я думаю, что будет еще волна выездов. Я думаю, что она уже вот сейчас будет начинаться. Плюс мы же должны не забывать про коэффициент 2-2,5. Эти люди выезжают со своими семьями. Иногда, возможно, их просто пинают. Их же там какие-то супруги говорят, или мамы, или не знаю кто, и говорят, давай, выезжай. Что ты тут сидишь, если сам не хочешь? Ну, короче, есть там нюансы. Это просто там форумы почитали. Мы когда-то готовили материал, как наименее ценных членов семьи в российских глубинках отправляют на войну. То есть, там реально они обсуждают, а кого там, какого-то подалкашиного лучше отправить, или кого-то еще, отправляют наименее ценного. Ну, и потом, если он не вернется, это вообще праздник для всей большой семьи, потому что это большая выплата. То есть, там настолько цинично было все, что они как бизнес это на форумах обсуждали. Ну, и вот эти материалы тоже там были. Поэтому, я думаю, еще повыезжают. Но, опять же, для нас сейчас что важно? Я недавно прочитал про нашу разработку ракеты, и Камышин заявил, кстати, об этом, что мы в 10 раз количество Нептунов модифицированных, будут они лететь на тысячу километров. Ну, в общем, для нас вот что важно. Новые линейки дронов, собственное ракетное производство, очень сложно с серийностью здесь, но тут нам компонентами могут помочь наши западные партнеры. Поэтому вот что для нас важно. Собственное производство и Макрон, Сунак, те, кто поднимают градус дискуссии, вот, например, у передачи того же ядерного оружия. Ну, это же просто Макрон. Мы не говорим сейчас, осуществимо оно или нет. Но саму дискуссию, которую он поднимает, он шлет сигнал и Путину, и Си Цзиньпину о том, что, смотрите, скоро все может выйти из-под контроля. Вы помогаете там Северной Корее и Ирану ядерную программу свою осуществлять? Иран вообще уже, Рафаэль Гросси, кстати, глава МАГАТЭ, известный нам, заявляет. А тут, оказывается, Иран в неделях уже до разработки, до завершения ядерной программы. И весь мир сидит себе, смотрит, ну, ничего, безумный режим, а я тол там, они же адекватные абсолютно, чего же. Ну, пусть разрабатывают. Ну, то есть, понятно, что за такие дела Макрону прилетится саму идею передачи ядерного оружия, но... А что, как говорится, делать, да? Вот что делать? А я, до речи, бачила у вас стрим на ютуб-каналі Борисовичу до того, что Иран буквально в кількох тижнях від завершения цих разработок. Ми говорили, что, очевидно, что за зброю Росія передает ему ци ядерные разработки, документацию, очевидно, что не просто так все это происходит. Водночас, чи действительно это могло так статися, что Росія вот так ему все передавала, а те разграбляли, гибать, цього никто не бачил. И чи Росія тоже за это как-то мает прилететь? Президент Франции Эммануэль Макрон, он продолжает посилювать свою таку ризкую риторику щодо Росії и переконяет громадские, что готовы разглядать французскую ядерную зброю, как щит для Европы, от Росии. Каже, что саме это могло бы стримать Росию, вважаю Макрон. Нагадаю, что саме Франция, как член Евросоюзу, является фактично единою страной, потому что Британия уже не член ЕС, которая имеет и в своем арсенале ядерную зброю. Так вот, Борисе, что мы должны понимать про Иран, как ему все добро дисталось, которое может обратиться для света величезным злом. И Макрон, это снова же таки, ну, войска он уже ввел. Вибачте, это педальше риторики. Ну да, то есть Макрон что предлагает? Он говорит, что да, вот мы, Франция, а у них там около 200, по-моему, боеголовок. Ну, то есть у России их тысяча, но мы не знаем, в каком они состоянии, и вообще что там с этим ядерным оружием. Украина периодически уничтожает кусочки ядерной триады российской, носители, вот самолеты, например, не так давно один был уничтожен. И в Иран российские физики ездили абсолютно открыто, причем не один раз обменивались опытом. То есть вот Иран сейчас должен получить необходимое количество обогащенного урана для создания первой боеголовки. Как быстро они соберут ее из разных там своих частей Ирана, из разных заводов, свезут и соберут, сказать сложно. Но до получения нужного количества обогащенного урана недели фактически. Об этом глава МАГАТЭ заявил, потому что там все-таки наблюдательная миссия и все как положено. То есть мы понимаем, что иранская ядерная программа ускорилась. Израиль больше всего сопротивляется этой программе. И этих иранских ученых взрывали, уничтожали, похищали, стреляли. И архив был выкраден неоднократно причем. Ну, короче, почему сопротивляется? Потому что позиция Ирана, что Израиля существовать не должно, в принципе. И что первая боеголовка, которую они соберут, полетит на Израиль ядерно. Ну, то есть мы понимаем степень угрозы. Поэтому Израиль, его стратегический союзник, Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы эта программа не завершилась. То же самое с Северной Кореей. Резко. Мы тоже, кстати, неизвестно, есть сколько этих боеголовок. Но, судя по всему, уже где-то что-то есть в Северной Корее. В обмен на миллионы снарядов, которые Северная Корея передала России, в обмен на другие всякие плюшки военные еще, которые в Северной Корее там были забиты склады, которые передавала их России, тоже ускоряется программа, тоже Россия обменивается технологиями. Ну, в общем, наплевала полностью на проект нераспространения ядерного оружия. И Макрон говорит абсолютно правильные вещи. То есть нам бы, конечно, в идеале, ну, если с НАТО нас будут мурыжить долго, об этом мы на саммите узнаем летом, нам бы союз с одной и с одним из государств из ядерного клуба. Вот кто у нас? Великобритания или Франция? А еще лучше и Франция, и Великобритания, если Соединенные Штаты не захотят. Ну, по разным причинам. И плюс такой пояс региональный. Те, кто с Россией граничит, кто здесь нам может в регионе помочь? Ну, Грузия выпадает, Грузия дрейфует туда, в сторону России. Это может быть Польша, это могут быть, естественно, Латвия, Литва, Эстония, это может быть Молдова. Ну, в общем, тут тоже есть с кем нам посотрудничать. И да, и плюс одно ядерное государство. И вот это был бы хороший такой понятный союз. Великобритания еще и на море нам может помочь, в акватории, то есть с сильным флотом. Поэтому я думаю, что вот в эту сторону нужно смотреть. Турция тоже рассматривается, но мы прекрасно понимаем, что у Эрдогана и тут, и там интересы. Ну, так, на двух стульчиках вечно. Да, на трех иногда даже. Такие. Чи не боится, что задние точки не выстачит на всесисты? Ну, скажем так, Эрдоган, даже преследуя свои интересы, нам во многом помогал. То есть давайте вспомним Байрактары, завод, который здесь будет. Давайте вспомним зерновую сделку, которую, в принципе, Эрдоган на личной инициативе продавил. И потом россиянам сказал, что мне вообще плевать, вы тут в сделке, не в сделке, не трогать корабли, потому что будет всем плохо. Это моя акватория, и я здесь буду решать. Но, в общем, с другой стороны, он дает возможность российским кораблям, которые везут товары двойного назначения, везут оружие, прижиматься к своему побережью. То есть раньше же они так борзо плавали по нейтральным водам, но после появления надводных украинских беспилотников они в акваториальных водах Турции ползут, прижавшись к берегу. Больший крюк делают, естественно, но чтобы их не догнать. То есть он и там, и вашим, и нашим всех. Но так тоже нельзя вечно. То есть за это может прилетать регулярно, что, собственно, Эрдогану и случается с ним регулярно. Министр заклады на справ Польши Родослав Секорский, который тоже своими заявами и действиями очень импонует, потому что он решающий, больше, чем, каже, что навряд ли пиде Путин на использование ядерной оружии, потому что, если будет такий задум, ему придется переконать своих генералов, а тем, в свою очередь, придется делать выбор, выполнять такой наказ, еще и потерять Путин. А что они выберут в таком случае, в принципе? Сказать сложно, но то, что Путин напугал вот этим своим нажатием кнопки, это факт. То есть, значит, кто-то принял, например, возьмем Шольца, да, он принял за основу, что Путин может всю эту цепочку приказать этому, там, следующему, следующему, вот эту цепочку запустить. То есть, кто-то поверил в это. В том числе поверили в Соединенных Штатах, мы знаем там, кто поверил. И, значит, вот есть такая-такая версия. Но, как мы видим, вот по аресту этого заместителя Шойгу, все эти российские генералы очень любят недвижимость там, где-то за границей, очень любят детишек, жен, всех этих своих отправлять туда, любят яхты, любят офшоры. Ну, короче, вот любят там. У себя они любят только красть. И это у них неплохо получается, кстати, и хорошо. Поэтому не знаю, что они выберут. То есть, если, например, в стиле ФСБ взять в заложники семью, потому что поговаривают, что с Пригожиным именно это и сработало, причем неважно, где семья находится, то, может быть, выберут под таким давлением и нажать на кнопку. Если их убедят, что, смотрите, слабая Европа, слабые Соединенные Штаты, нерешительные, да давайте запульнем где-то там в атмосфере, бабахнем, напугаем их, и ничего вам не будет. Но они сильно ошибаются. То есть тот, кто, не тот, кто конкретно, а Путин отдаст приказ, пусть даже на безлюдном острове, где-то в атмосфере, или еще где-то, ядерный заряд малой мощности, в этот момент его, конец его истории начнет, знаете, как на Ютубе, перемотка на два, на три, а в этом случае на пять будет ускоряться его финиш. Поэтому, знаете, с одной стороны, может, это сейчас странно прозвучит, может быть, вот Путин, когда угрожал по Змеиному, там еще куда-то вариации были, или Симоньяк говорил, мы над Сибирью взорвем, и весь интернет ляжет на всей планете. Его-то восстановят, конечно, там про импульсный удар, немножко не дочитало, про импульсный удар и все остальное, но Путин, если бы взорвал заряд небольшой мощности где-то там в атмосфере, показав, что я могу, вот это был бы для него просто финиш. Он бы и цели не добился никакой военной, ну какая цель? И получил бы, то есть тут уже Китай вынужден был занимать позицию, ты за того, кто бесконтрольно жмет ядерную кнопку, или против. И Китай вынужден был реагировать и занимать позицию. Тогда бы уже всем миром лупили Путина. То есть это я к чему? Если бы он вот такую пугалку бы осуществил, или по-змейному, или еще где-то, то с ним бы давно уже покончили. Борисе, то есть сам Сикорский в интервью Политіко говорит про то, что позиция экс-президента США та кандидата від республиканцев на выборах цього року Дональда Трампа щодо війни в Украине может быть не настолько проросійськой, как про это думают, про что и мы с вами неодноразово говорили. И нагадую Сикорский, когда другие еще под стул пешки ходили, то есть этого не делали. А Володимир Зеленский, президент Украины, напередодні в своем традиционном вечернем видео-звернении анонсировал, что Украина и Штаты ведут сейчас переговоры щодо общей допомоги на наступные уже 10 лет в рамках найсильнейшего, цитую, «украинского гаранта», двостороннего договора в галузі безопасности. Это будет что-то в стакт-шталт Израилю, вот такая співпрация, там тоже по 10 лет подписывают все-таки, насколько он будет сильным и че дейсно, навіть, если Трамп, припустимо, прийде до керма Білого Дому после 5 листопада, ну там, или уже после inaugурации сечня года 2025, то ось эти 10-летние гаранты, они дятимут, кто бы не изменился, как бы оближче не седали за Білий Дім. Нет, это, конечно, не будет. У нас разный уровень сотрудничества с Соединенными Штатами и Соединенных Штатов с Израилем. То есть мы не партнеры, не стратегические партнеры в регионе. Значит, есть у меня ощущение, что это будет нечто похожее, как то, что мы подписывали уже с Великобританией, с Францией. Кто-то называет этот документ гарантиями безопасности, ну, в общем, там, сейчас я вам скажу, про что там. Там углубление сотрудничества во многих сферах. Кибербезопасность, борьба с пропагандой российской и так далее. Но там есть один момент всего лишь, который можно условно привязать к безопасности. То есть это, если Россия, то есть все эти документы, которые мы подписали со странами семерки, а потом мы расширяем формат, они про то, что если Россия снова нападет на нас, не сейчас, вот как она напала, а снова нападет, то мы имеем право со страной-подписантом, с кем мы эти гарантии подписали, в течение 24 часов провести консультации. Ну вот, там про что. То есть этот документ, он вырос из итогового комьюнити, в Вильнюсе, в НАТО, когда, ну, он фактически повторяет, что вот если вдруг что-то будет, еще одна война с Россией, то мы имеем право собраться со страной-подписантом. И вот подобный документ должны подписать там с разными странами. Ну, короче, если это про это, то вот я вам кратко пересказал, что это углубление сотрудничества, зафиксированное на бумаге, то есть то, что мы делаем уже, но прописанное на бумаге. Причем там есть разница, например, с Францией, мы там больше в артиллерийском сегменте сотрудничаем, с Великобританией, больше в военно-морском. Ну, понятно, какой профиль у страны, скажем, какой скил сильнее, потому у нас и углубленное сотрудничество. То есть надо, я его разберу, обязательно этот документ, который мы будем с Соединенными Штатами подписывать, и вы увидите вот полностью, я же вот от начала до конца разбираю и кратко излагаю, делаю аналитику. Поэтому в ближайшее время на моем канале вы обязательно это увидите. Спасибо вам величезно за то, что вы есть, за то, что вы с нами просил. Варис Тезенгаузен, політехнолог Ирина Узлова была разом із ним.